Вопрос о введении мер соцподдержки для участников специальной военной операции и их семей на территории Украины ДНР-ЛНР обсудили в ЗАГС собраний, где состоялось внеочередное заседание. Ирина Кузина расскажет о том, как проходило голосование. С инициативой о введении мер социальной поддержки участников специальной военной операции и их семей выступил губернатор Игорь Руденя. Военнослужащие, которые сражаются с украинскими националистами, законодательно приравнены к категории ветеранов боевых действий и пользуются мерами социальной поддержки на основании федерального закона. Регионы Российской Федерации в том числе и наша Тверская область изыскали возможности поддержать из своего бюджета защитников нашей Родины. Из бюджета Тверской области мы запланировали почти 7 миллионов рублей на ежемесячные выплаты тем людям, приравным к этой категории уважаемых нами наших земляков. Ежемесячно будет выплачиваться из бюджета определенная сумма участникам этих событий, специальной военной операции. Региональную государственную помощь наряду с теми, кто получил ранение или инвалидность, будут получать супруги и родители военнослужащих, погибших в бою или умерших вследствие ранения. На Комитете по соцполитике, рассмотрев предложение губернатора, депутаты единогласно проголосовали за поддержку инициативы. Такое же единодушие проявили народные избранники и в ходе заседания. Сейчас как никогда важна и социальная поддержка, и патриотизм, и чтобы мы все были плечом к плечу. И в единстве всегда будет наша сила. Власти Тверской области уверены, что решение всех социальных вопросов, связанных с ветеранами боевых действий на Донбассе на местах, будет своевременным и в полном объеме.